Дорогие дорогие сын, сегодня 26 июня по 50-й память о успении благоверного князя Александра Невска, который, как известно, не доехал до Сурдаля, не доехал до Владимира, а скончался на пути из Орды. Учит нас Господь и надеется на земное богатство и не пьянеть этим духовным пьянством от Его обладания истинного или мнимого. Чему и учит нас благоверный князь Александр свои кончины. Дело в том, что он был готов оставить этот мир, даже не увидев своей отчины разрешиться, не увидев никаких этих плодов, как сейчас ему вменяют церковные модернисты политической деятельности. или дипломатия, как некоторые думают, которой он якобы занимался. О нет, занимался он дипломатиями и был готов к смерти. И готов был? Да что там был готов? Он уже пренебрегал для себя всеми плодами всех битий и сражений, в том числе и Ледового, побоища, и на Чудском озере, и со шведами, и с немцами. Всем этим он пренебрег и уже расстался для себя совершенно. Когда в Ставке Батыри был готов к смерти, а именно отказался поклониться к усугу и огню и знал, что будет лишен за это жизни, как предатель незадолго был лишен за это жизнь благоверный князь Михаил Чернигский. Именно за это. И он сделал именно то, за что следовал смерть. Хотя признай его, как всегда в таких случаях отговариваю. «Пожалей себя, пожалей нас, на кого ты нас оставляешь и так далее». Но, по неисповедимым судьбам Божьим, Батын не стал настаивать и велел немедленно привести к себе благоверного князя. «Правду мне говорили, что нет другого такого князя на земле», — сказал он, увидев его. «Еще, в нем светилась благодать Божия, мученика, который был готов и решился на смерть. Ведь мученики становятся тогда, когда они решаются на смерть. И тогда, когда ее принимают, это само собой, это уже венец. И тогда, когда на нее становятся уже готовыми и решаются. И так должен христианин каждый устроить свою душу». Господь говорит в Евангелии, в Луке, что не зависит жизнь человека от его имения, «После того, как просят его разделить богатство некий, приступи, раздели с братом наследие с моим, Господи. Кто мне поставит судью или делителя над вами?» — говорит Христос. Господь, этим указываю, братья и сестры, заметьте, на то, чтобы мы мудрствовали бы еще выше. И смиренно мудрствовали бы во всех случаях жизненных, да и во всех случаях духовных, что судья и делитель над нами есть. Это тот, чьей руке все и дыхание нашей жизни, который призвал нас в эту временную жизнь, не спросивший нас предварительно, и от которого зависит каждый вздох наш, последний или предпоследний в этой жизни. И Господь смиренно говорит, «Кто мне поставил судью или делителя над вами, чтобы вознеслись бы мысли, что Он Бог, и Он смиряется, и говорит, кто мне поставил?» Да, Его никто не ставил, потому что Он Бог самовластный, и не есть ин прежде меня. И когда в эту мысль смиряется душа христианская, тогда воистину упокоиваются братья и сестры, и откладывают все мучительные муки и вопросы относительно всего нашего здешнего богатства, в частности. Наших детей, например, внуков, их судеб, или, например, да и всего остального. Не будем перечислять. То, что гложет душу, то, что мучает, не дает спать и не дает молиться, не дает полагаться на волю Божию. Бесконечные, мучительные, тайные и явные страхи и сомнения и недоумения. Разделить ли имение с братом, или оставить ему все, а что моим детям останется, и так далее. Выход только один – положиться на Бога. По-настоящему. То есть делать свой долг, исполнять то, что ты обязан, и так, без всяких вопросов. Кормить детей сегодня. Кто их будет кормить завтра, мы не знаем. Сегодня я настоятель, а завтра неизвестно, кто будет на моем месте. Так же каждый батюшка, так же каждый отец семейства. И будет ли? И будет ли? И эти вопросы празднованы. Видите ли, что это празднованы вопросы? Здесь надо отпустить к концу совершенно. И это не какое-нибудь легкомыслие. О нет. Наоборот. Это глубокомыслие. Это истинная надежда на Бога. Что Бог не бросит, Бог не оставит, Бог не продаст и не предаст. Кто меня поставил – судью или делитель над вами? Господь спрашивает Сам. И ответ правильный, что Господи, Ты Сам, Судья и делитель, никто Тебя не ставил. Ты Сам, Бог Всесовершенной, Благой и истинной милости. Единосущной Отцу и Духа, От Девы Рожьего Своего Спасения Нашего. И вот, дорогие братья и сестры, чтобы мы это уразумели, Господь являет нам картину революции. Революция была не только в семнадцатом году, не только в девяносто первом, не только в 1793, как известно по правде, но она бывает в душе всякого революционера, бунтовщика, модерниста. Гордого и жадного. Как это происходит? Человеку некоему Угабзиса Нива Понятно, это не надо переводить. И лечеб сердце свое, Не знаю, что сотворю, Куда сложу жито От угобзившейся Нивы. Знаю, что сотворю, Сломаю жидницы мою, Разорю, И сази жду новое, И сложу туда, И скажу душе мое, Душе мое, покойся, я ж пиевеселись. Но Господь сказал ему, безумец, Всю ночь души твои стяжут от тебе, А ежи уготовил, Кому останется. Замечая здесь эти черты, эти свойства, Всякая революция, которая всегда все разоряет, Ради разорения, хотя прикрывается целью создать нового. Во-первых, здесь заметно явное объединение. Трезвый человек не будет так делать, это безумие. Внутреннее безумие. Зачем, если у тебя есть на сегодняшний день? Я ж пи и веселись прямо сейчас. В конце концов, что мешает? Благодари Бога. Я ж пи и веселись. До следующего урожая. Давшие днись, даст и на следующий год. И это отвержение настоящего, ради мифического, иллюзорного, мнимого, фантастического будущего, которого никогда не будет в том виде, в котором о нем мечтают. Но жажда деятельности, переустройства, переустройства мира, переустройства церкви, переустройства душ вокруг себя, ковать новых людей давай. И много ведь всего, как было всего много до революции, как известно. В России действительно богатая страна была. Много людей. Или как в перестройку. Пришло в церковь. Много народу. Так что храмы ломились и витком был. Не то, что сейчас. И вот первая мысль у революционеров, реформаторов всегда. Разорил житницы эти и построил новые. И в будущем будет лучше, чем сейчас. Намного. Вместо того, чтобы сейчас и здесь окормлять этот народ. Сейчас и здесь заботятся об этом народе. Нет. Они неправильно веруют. Они несут какие-то блины и записки. Надо их переформатировать. Надо их катехизировать заново. И к чему это привело? К ужасным результатам. Или взять всех на свете революционеров, какие только есть. они никогда не будут довольны сегодняшним днем. Они будут строить мечты о будущем, которые никогда не наступят. И только в будущем будут позволять себе успокаивать свое сердце. Я аж перевеселись, скажу душе моей. Мы слышим Евангелие. Нет, чтоб сейчас сказать. И вторая черта это ужасного пьянства. Это разорение того, что уже есть и стоит прочно. Дал тебе Бог, пользуйся тем, что есть. И если хочешь строй, строй на новом месте. Вино новое, в мехи новое вливать и подобает. А если в старое хочешь, то и в старое можно. И старое выдержать. Потому что у Бога, как известно, чванец не оскудеет и елеет. И водонос муки не иссягнет. Это были полупустые. Когда Бог питает. Если говорить о церкви, конечно. Но всегда все революционеры никогда не хотят строить на новом месте. Никогда не хотят строить на пустом месте. Ни за что. Им нужна была именно Россия. Старая православная. Нет, чтоб где-то на необитаемых островах строить коммунизм. Нет. Им нужна была старая Россия. Или современные космополиты, зодчи. Почему они уничтожают именно старую Москву. Исторический центр. Да не только Москву. Во всех исторических городах. Потому что центр им интересен. Историческая среда. Историческая застройка. Почему бы им не строить свои элитные комплексы. Где-то подальше. Нет. Так было всегда. Почему именно в Кремле расположились большевики. Почему именно в Кремле дворец съезда. На месте старой оружейной палаты. Почему на месте Чудова и Вознесенского. Выросло нечто. А вот поэтому. Потому что всегда и везде. Все революционеры уничтожают то, что есть. И мне интересно строить на пустом месте. Это жажда разрушения. Это жажда, вернее, похоть власти. Показать свою власть. Над этим старимым. Показать, кто здесь хозяин. Властолюбие. То есть властолюбие. Здесь же, в сквозе. Страшно. Вместе с этим пьянством. Это властолюбие, это пьянство. Невозможно перевоспитать. Один только способ. Когда сам Господь. Всю ночь истяжет душу твою. Без покаяния. Без приготовления. Будем бояться этого. И пресекать в себе. И каленым железом в себе выжигать. Это дух реформации. Когда весь мир. Как известно. До основания. Хотят разрыть. Обещаю. Самим себе обещаю. Прежде всего. Самих себя обману. Будущее. И устремляясь в это будущее. Несуществующее. Пренебрегая подлинным. Настоящим. И существенным. Тем, что Бог дал. А это происходит. Когда нет того смирения. Которое не ищет. Судью и делителя. Здесь на земле. Братья и сестры. Которые не ищут. Земной. Социальной. Справедливости. И так далее. Земной власти не ищут. А полагается на Бога. Который сам есть судья и делитель над всеми. Одного убожит. Одного убожит. Другого убогатит. Господь мертвит и живит. Низводит во ад и возводит. Но нужна вера для этого. Нужна святая вера. Нужна святая вера. Ей мешает безверие. И малая вера. И подмена. Под видом веры. В небесное. Сверхъестественное. Вера в суд за гробом, который может наступить немедленно. И эта вера, она просвещает душу. И она удаляет все праздные вопросы. И она, братья и сестры, сковывает руки, между прочим. Это вера. И в том смысле, что человек перестает суетиться. Когда у человека жжет совесть. У него другая забота возникает. Вместо этого бизнеса. Возникает другая забота. О чистоте совести. Потому что страх ответа становится по-настоящему актуальным. Не так, как отвечают многие. Ну конечно, а что? Да, да, конечно. Как будто это само собой разумеется. Как будто это у тебя уже в кармане, так сказать, куплено. Что с тобой там ничего и отсюда без стыдства, отсюда без страша. Посмотрите на этих блогеров, болтунов, у которых язык без костей. Я имею ввиду православные. Но кто боится Бога, когда дает Бог страх, что всю ночь души истяжут от тебя. Всю ночь придется держать ответ. А почему всю ночь я вроде на ногах хожу еще? Потому что тебя не спросят. Всю ночь. И тогда приходится где-то по сусекам, по сусекам души, так сказать, наскрести с трудом и мобилизовать всю веру, какая только есть, и видеть, что ее мало, нету ее. И молить Бога, чтобы дал ее. Почему благоверный князь Александр, хотя был владыкой под половиной мира, боялся ответа на том свете за свои грехи. Боялся страшного суда. Поэтому и схему принял перед смертью. Успел. Успел принять схему. То есть разрешился от всего земного. Принял ангельский образ. А царство, а наследство все оставили. Бог рассудит. Бог промыслит. Ведь и каждый же крещеный так обязан мыслить. Где веру взять? Она дается от Бога. И дается не каждому. И не всякому. И не всем подрядом. Хотя призвано всем. А дается только добрым людям. И кротким. И не злобим. И не жадным людям. И не тем, которые хотят здесь. Успеть переустроить свою и чужую жизнь. Ценой разрушения всего прежнего. Себя считают достойным. Всех призвать к такой красоте. В будущем. Которое, к сожалению, в настоящем всегда является органством. И вот эта подмена веры Божией, веры святой, веры небесной, сверхъестественной, которая мало-мало у нас, тоненькая ниточка. Ее надо взыскать, вымолить у Бога на веру земную, в земные вот эти замки, воздушные или алюминиевые. Но ведь не только вот таких людей, вырытых, как Чернышевский, например, или Ленин, или Ельцин, или Гайдар, или какой-нибудь Кочетков. Простите изображение. Я имею ввиду Георгия Почеткова. Она же гнездится и в нас грешных. Вот эта вера в земное, похотливая, блудливая вера в земное, которая рисует воображение пьяным и обманывает его всегда. В результате, получается, ни кола, ни двора. Получается, у разбитого корыта, причем уже не здесь, а там, у человека. Низывает Господь опомнится и вытрязвится. В праздник, дорогие братья и сестры. Амирь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok